1 июля магаданцы смогут принять участие в сборе подписей жителей города в поддержку присвоения Магадану звания «Город трудовой доблести». Напомним, Российская Академия наук подтвердила, что наш город достоин этого звания. Теперь все зависит от главы государства. Заключительным этапом подготовки документов для направления президенту Владимиру Путину станет сбор подписей жителей города в поддержку присвоения звания. 1 июля, в день голосования за поправки в Конституцию, на избирательных участках будут работать волонтеры. Возможность поддержать инициативу присвоения Магадану звания «Город трудовой доблести» есть у каждого, независимо от возраста. Это замечательная идея, что каждый житель города может принять участие в своеобразном акте восстановления исторической справедливости, поскольку все мы знаем, как много жителей города сделали для всей страны в период Великой Отечественной войны. Я обязательно буду голосовать за присвоение городу звания «Трудовой доблести», потому что я считаю, что Магадан заслужил это звание. В те нелегкие годы было очень много собрано и средств, и помогали как могли. Мы очень любим и гордимся нашим Магаданом, поэтому, конечно, мы будем рады проголосовать за присвоение ему города трудовой доблести. Все это так дорого, все это так близко. Если бы было еще какое-нибудь более героическое для Магадана награда, я бы и ее отдала Магадану. В Магадане продолжается общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Проголосовать легко и безопасно в регионе можно на участке для голосования на протяжении 7 дней – с 25 июня по 1 июля с 8 до 20 часов. В эти дни в городе проходит фестиваль «Люди Колымы». Принять участие может каждый, кто придет на участок. После заполнения бюллетеня он получит билет с уникальным цифровым кодом. 400 станут призовыми 4 июля. Есть возможность стать обладателем снегохода, автомобиля, надувной лодки, телефона и даже квартиры.